Взаимодействие опухолей и иммунной системы Тезисы, касающиеся клинического применения и воздействия лечения на иммунную систему Но если с клинической частью тезисов вы уже ознакомились в предыдущих докладах То фундаментальные многие аспекты, которые опубликованы в наших тезисах, остались не освещены И как раз на них я хотел бы сосредоточить свое внимание Итак, что касается опухолей и иммунной системы Мы знаем, что у нас иммунная система – это группа факторов И группа взаимодействующих клеточных популяций Которая является динамической и постоянно изменяющей У нас есть опухоль, которая представляет собой тоже большую мозаику И они взаимодействуют друг с другом Но если мы про опухоль стараемся как можно больше получить информации По поводу того, какие есть у нее особенности, какие есть факторы Какие прогностические особенности, какие мишени, на которых мы можем повлиять То как-то иммунная система все-таки остается менее изученная в плане таргетирования И вот особо важно хотелось бы подчеркнуть важность изучения влияния, которое оказывает опухоль на иммунную систему Как оказывается, например, на примере влияния опухолевого процесса на тимус у животных Что пациенты с опухолью характеризуются повышенной иммунной супрессией Являющейся следствием оксидативного стресса, который происходит в тимусе Мы видим, что у животных с опухолью и наблюдается повышенная активность каталазы И повышенная активность оксида десмутазы И что все это приводит к уменьшению массы тимуса И, собственно говоря, может быть связано с самим опухолевым процессом Другой важный аспект Это посмотреть на комплексное состояние тех клеток, которые участвуют в противоопухолевом иммунном ответе Мы находим все больше и больше клеток, которые вовлечены в этот процесс И вот данное исследование, представленное Колобовниковой с авторами Оно показывает, что даже элинофильные гранулоциты, которых в принципе немного Но которые могут встречаться при раке желудка Они оказывают выраженное иммуносупрессирующее влияние прямо внутри опухоли Продуцируют иммуносупрессирующие факторы и поддерживают опухолевый рост Они тоже, значит, могут быть вмешениями для иммунологических воздействий Другие молекулы, галектина, которые играют роль в дифференцировке И в регуляции апоптоза различных субпопуляций клеток Оказалось, играют важную роль при раке толстого кишечника Где они повышают уровень терегуляторных клеток Где повышают уровень продукции ТГФ-бета И при этом снижают уровень Т-хелперов первого типа Т-хелперов, которые отвечают, собственно говоря, за развитие противопухолевого ответа Это тоже может быть новой мишенью и новым аспектом в наших знаниях про опухолевое микроокружение Циркулирующие стволы опухоли у клетки Это очень модная тема на сегодняшний день Но, к сожалению, мы мало знаем о том, как они связаны вообще с иммунологическим процессом Их пытаются использовать как жидкостную биопсию, как объекты для воздействия, для мониторинга, лечения Но, как оказалось, они имеют значимую связь с воспалительными маркерами Но и циркулирующие опухоли у клетки – это неоднородная популяция Есть клетки, которые обладают функциями эпитриально-мезинхимального перехода Есть, которые не обладают Именно те, которые не обладают, как оказалось, ДИС-44 позитивные клетки Их уровень высоко коррелирует с провоспалительными маркерами А мы знаем, что высокий уровень провоспалительных маркеров при злокачественном опухолевом росте Это всегда неблагоприятный прогностический фактор То есть это еще один кирпичик такой для понимания взаимосвязи Эффективного или неэффективного воспаления Роли системного воспаления в развитии опухолевого процесса Что касается клеточных технологий, то мы сегодня уже много говорили Про дендритно-клеточные технологии Про создание аутологичных клеточных продуктов Что нам для этого надо? Безусловно, помимо технологического процесса Нам надо знать достаточно подробную информацию про опухоль саму Нам надо иметь источник антигенного материала хороший И все это требует наличия хорошего банка от логичных клеточных продуктов Описание такого банка, который разработан у нас в институте Было представлено в наших тезисах Банк уже накопил больше тысячи культур Был создан определенный алгоритм культивирования, анализа, процессирования, регистрации клеточных линий Что этот банк показывает? Безусловно, большая часть нашего банка – это меланома кожи Но посмотрите, значительное количество культур различных опухолей Большая коллекция культур сарком, мягких тканей И если мы говорим о собирании этих культур Это довольно-таки тяжелый процесс Лишь 60% клеток удается довести до 5-го пассажа Еще меньше, до 45-го пассажа Где культура становится стабильной И мы можем дальше использовать ее для изучения То есть это еще большой и трудоемкий процесс Который, тем не менее, необходим для продвижения вперед И для того, чтобы моделировать различные варианты лекарственного взаимодействия заранее Второй важный аспект – это клональность опухоли Когда мы берем участок опухолевой ткани, мы не знаем на самом деле, какой мы отчак взяли И даже внутри одного пациента в разных кусках опухолевой ткани могут быть клетки с совершенно разными свойствами Мы все видели эти исследования на ЭСМО Это очень интересные исследования, но их очень трудно как-то перевести в практику Потому что какой мы практически вывод из этого будем сделать Кроме того, что опухоли – это мозаики, они могут быть резистентны к лекарственному лечению Тем не менее, работа в этом направлении ведется Мы, в принципе, можем изучать сам факт клоногенности или не клоногенности изучения опухолевых клеток И влияние их на способности образовывать различные клоны То есть способности фактически оценивать варианты эволюции опухоли различной И их влияние на общую выживаемость Первая работа такая была представлена на данной конференции Мы видим, что опухоли, у которых характеризуется клоногенность Они характеризуются более агрессивным течением И больные сарковыми мягкими камнями, у которых можно получить клоны И которые характеризуются повышенным получением клонов Они действительно живут меньше Что касается оценки эффективности наших воздействий То это тоже очень важный момент Мы должны вводить те препараты, которые эффективны, которые безопасны И очень важно знать, как мы оцениваем эффективность терапии Вот одна из работ была проведена тоже в нашем отделе Это работа по адаптации метода исследования токлеточной преферации Этот метод очень важен и для подготовки вообще в целом Технологии тендеритно-клеточных вакцин Для оценки качества, для проведения стандартизации этой технологии Здесь, в этой работе, вы можете ознакомиться с результатами И использовать их для дальнейшего продвижения в этой области Адаптивная клеточная терапия Сегодня уже много было сказано про генерацию различных клонов КАР клеток Различных клонов НК-лимфоцитов Но, собственно говоря, технология лак клеток тоже не должна забываться И это одна из первых технологий, которая, собственно говоря, открыла Все вот это направление адаптивной клеточной терапии Какие проблемы, успехи и неудачи были в этой технологии? Безусловно, проблема была то, что стимулируя образование лак клеток неспецифических Мы часто сталкивались с проблемой активации регуляторных клеток Которые, собственно говоря, нивелировали весь эффект этой технологии Хотя были достигнуты очень хорошие результаты и короля для лак клеток, и для тил-лимфоцитов Вот коллеги продолжали исследовать эту технологию, модифицировав ее, удалив предварительно до начала культивирования все иммуносупрессивные клетки И оценив влияние ростовых факторов, то есть то, как мы выращиваем эти клетки на фенотип лимфоцитов И оказалось, что от использованных цитокинов зависит результат культивирования И при использовании нентроферона гаммы мы не получаем такого результата, как мы получаем при использовании нентролекина-2 Однако, нентролекин-2 приводит, несмотря на то, что мы удалили все регуляторные лимфоциты до начала лечения Все равно они формируются под воздействием нентролекина-2 Что говорит нам о том, что возможно эти популяции имеют какие-то переходы между собой Или мы наблюдаем при уже процессировании, при подготовке клеточного продукта Наблюдаем дифференцировку предшественников популяции уже в регуляторной клетке Что, безусловно, должно учитываться при развитии дальнейших технологий и клеточных продуктов В заключение хотелось бы сказать, что представленные результаты исследований Действительно свидетельствуют о необходимости дальнейшего и более глубокого изучения Эммунологических особенностей опухолевых процессов И здесь важную роль надо уделять воздействию опухоли на отдельные компоненты иммунной системы Потому что сейчас это немножко затирается Важен учет биологических особенностей течения заболевания Которые могут являться ключом к разработке эффективных методов лечения Спасибо за внимание